МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 июля 1948 года. Пустыня Мохаве в штате Невада. В небе над плотиной Гувера появляется бомбардировщик ВВС США. Наши эксперты первыми увидели этот 30-тонный самолет после авиакатастрофы. Ну вот мы заходим внутрь. Эксперимент, закончившийся крахом. Это были лучшие технологии. Засекреченные научные разработки начала атомной эры. Холодная война еще только начиналась. На борту самолета находилось загадочное устройство «Солнечный трекер». Скорее всего, экипаж не знал назначения этой миссии. Так ради каких исследований стоило рисковать жизнью экипажа? И почему они были засекречены? Выигрывает тот, кто первым сбросит атомную бомбу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исследователи-подводники занимаются поиском самых разнообразных судов. Но иногда целью их изысканий становятся летательные аппараты, исчезнувшие при загадочных обстоятельствах. Вы смотрите программу «Затерянные миры». Сегодня мы узнаем, что привело к падению бомбардировщика Б-29 в американское озеро Мид в 1948 году. В начале Второй мировой войны самолет Б-29 считался настоящей летающей крепостью. Длина — 30 метров, размах крыльев — 43 метра. Это был самый мощный бомбардировщик своего времени. Эти модели создавались прежде всего для авиационных налетов на Японию. Как известно, именно Б-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Он большой. Абсолютно согласен. Я даже представить себе не мог, что самолет настолько велик. Добрый день, с вами Джон Чаттертон. И Ричи Коллер. Мы находимся в Военно-воздушном музее Новой Англии в городе Винсер-Локс, штаб Коннектику. Обычно мы расследуем кораблекрушения и катастрофы на море, но не авиакатастрофы. Но прежде всего мы профессиональные дайверы. Нас интересует местонахождение останков знаменитого бомбардировщика Б-29, которые должны покоиться на дне озера Мид в штате Невада. Перед погружением мы решили посоветоваться со специалистами и узнать, что же нас ожидает на дне озера. Деннис, меня зовут Ричи Коллер. Джон Чаттертон. Очень приятно, Деннис. Расскажите нам, пожалуйста, почему самолеты этого типа назывались суперкрепостями. В конструкции были использованы элементы Боинга и бомбардировщика Б-17. Под названием «Летающая крепость». В конструкции Б-29 было достаточно много интересных технических решений. Например, полностью герметизированная кабина для членов экипажа. Бомбардировщики Б-29 часто получали звучные прозвища. Тот, что сбросил бомбу на Хиросиму, назывался «Энолог Гей». К примеру, этот самолет получил имя «Тачка Джека» по имени пилота Джека Уолкера. Самолет, затонувший в озере Митт, называют «Жуком-бомбардиром». На его носовой части был изображен жук? Скорее всего, да. Лично я видел одну фотографию, на которой правая часть носа была разрисована. Интересно, как все это смотрится на дне озера? Б-29 был оснащен 12-50-калиберными пулеметами, четыре из которых находились в передней части самолета и два в хвостовой. Они приводились в действие системой дистанционного наведения. С одного бока у машины были расположены специальные иллюминаторы-блистеры, которые тогда называли «сканеры». Но бомбардировщику Б-29 пулеметы были не нужны. В 1948 году, когда произошла авиакатастрофа, он выполнял особое задание на собственной территории. Вторая мировая только что закончилась. Набирала обороты так называемая «холодная война». В ходе расследования причин крушения Б-29 выяснилось, что на его борту проводился научный эксперимент по изучению верхних слоев атмосферы. Но все документы, связанные с этим исследовательским проектом, были утрачены или засекречены. Нашим экспертам известно, что на борту самолета находилось устройство под названием «солнечный трекер». Солнечный трекер? Никогда о таком не слышал. Нам ничего не известно точно. По-видимому, это был какой-то засекреченный прибор, предназначенный для исследования верхних слоев атмосферы. Вероятнее всего, «солнечный трекер» был установлен за креслом командира экипажа рядом со штурманом. Как высоко могли подниматься самолеты этого типа? Примерно километров на 15. Кстати, для того времени это была очень серьезная высота. Так вот, почему он был занят в исследованиях верхних слоев атмосферы. Теперь это понятно. У наших исследователей есть все исходные данные. Настало время отправиться на другой конец Америки, в штат Невада. Это будет одно из самых необычных погружений опытных дайверов. Вот оно, озеро Мид. В центре пустыни Мохави расположено искусственное озеро площадью в 400 квадратных километров. В 1948 году сюда упал бомбардировщик Б-29, который опустился на глубину в 76 метров. После этого случилось несколько сильных засух, и уровень воды понизился на 21 метр. Но даже погружение на глубину в 55 метров достаточно рискованно. Экспертам будут помогать опытные аквалангисты. Они осматривали военные корабли «Аризона», «Алабама», «Сарагоса», «Магата» и прочие. Это сотрудники Центра затонувших ресурсов Службы национальных парков США. В задачу Центра затонувших ресурсов входит координация подводных исследований. На территории Соединенных Штатов расположено 130 национальных парков с достаточно большими водными пространствами, что-то около 12 тысяч квадратных километров. Под водой таится значительное количество разнообразных археологических достопримечательностей, от фрагментов относительно современных кораблей и самолетов до различных артефактов до Колумбовой эпохи. Теперь археологам-аквалангистам предстоит отыскать загадочный бомбардировщик Б-29, лежащий на дне озера Мид. Их задача — выяснить, почему самолет упал и какие исследования он проводил. Также необходимо понять, для каких целей был предназначен прибор под названием «Солнечный трекер». Чего нам стоит прежде всего опасаться там, внизу? Есть там что-нибудь особенное? Скорее всего, самое неприятное, с чем вы там столкнетесь, это толстый слой ила. Самолет полностью покрытым. Если наслоения вдруг поднимутся, можно потерять ориентацию в пространстве. Это серьезно. Тогда мы не будем ничего трогать руками, как в музее. Правильно? Ныряльщикам предстоит нелегкая задача — осмотреть затонувший бомбардировщик, ни до чего не дотрагиваясь. Корпус самолетов этого типа изготавливался из тонкого алюминия по схеме центроплана. Неизвестно, насколько хорошо он сохранился, пролежав 55 лет на дне озера Мид. На момент аварии этот самолет имел 12-летний стаж полета. В 1936 году на реке Колорадо была воздвигнута плотина Гувера. Благодаря этому появилось крупнейшее в мире искусственное водохранилище — озеро Мид. Над этим изолированным участком военные силы США регулярно проводили испытания новых видов вооружения. Точное местоположение бомбардировщика Б-29 было установлено всего несколько лет назад. А откуда у вас эта великолепная картинка? Эти данные были предоставлены Министерством водных ресурсов США. Несколько лет назад они проводили исследования на озере Мид и прилегающих к нему каналах. Служба зоны отдыха попросила предоставить им изображение с более высоким разрешением. Тогда мы и получили эти снимки Б-29. И что вам пришло в голову, когда вы его увидели? Ну, мы сразу поняли, что это та самая машина, которая пропала в районе озера много лет назад. Но вы же понимаете, мы много об этом слышали. А мечтать не вредно. Температура воздуха 40 градусов. На дне озера она не превышает 10 градусов. Дайверы проведут в воде 75 минут, и одеться им нужно максимально тепло. Одним гидрокостюмом здесь не обойдешься. Внизу все это нам очень сильно пригодится, но сейчас нужно как можно быстрее одеться и, наконец-то, осуществить это погружение. Здесь очень жарко, так что мы постараемся подготовиться к погружению как можно быстрее. Мы находимся в центре пустыни и готовимся опуститься на 55-метровую глубину. Температура воздуха составляет около 40 градусов, и я жду, не дождусь, когда мы с Ричи окажемся в воде. Хочется немного остудиться. Уж очень здесь жарко. Прямо скажем, облегающий гидрокостюм. Чувствую себя, как тушеное мясо в банке. Не хватает только, знаете, картошки и моркови. Ну, ничего, как-нибудь справлюсь. В 1948 году бомбардировщик ВВС США Б-29 рухнул в озеро МИД, штат Невада. На борту самолета проводились научные исследования при помощи аппарата, известного как «Солнечный трекер». Ну вот мы и заходим внутрь. Задача наших исследователей выяснить обстоятельства этой загадочной аварии. Наши исследователи собираются опуститься на дно озера МИД, чтобы осмотреть останки бомбардировщика Б-29. Главная задача дайверов идентифицировать эту машину и выяснить, была ли она связана с программой изучения солнечной активности. Ныряльщики опускаются на дно, и постепенно там появляются контуры Б-29, лежащего на глубине 55 метров. Его алюминиевый корпус светится в лучах фонарей дайверов. Бомбардировщик покоится в естественном углублении. За 55 лет вокруг него успел образоваться толстый слой ила. Смогут ли исследователи понять причины авиакатастрофы 48-го года, осмотрев постов самолета? Его хвостовая часть покрыта трещинами. Сохранился только один двигатель, остальных трех нигде не видно. С левой стороны хвостовой части зияет огромная дыра. И самое удивительное, никаких рисунков на носу машины. Никаких изображений жука верхом на бомбе, как на известной фотографии. Также нигде не видно название «Жук-бомбардир». Так что же это за самолет? Застекленная носовая часть Б-29 разбита, ее осколки провалились внутрь. Еще одна важная деталь. Раскрытый парашют рядом с аварийным люком. Солнечный трекер, тот самый таинственный научный прибор, вполне может находиться внутри самолета. Но у подводников не осталось времени на его поиски. Их время подходит к концу, осталось не так много воздуха, и организм дайверов не может больше выдерживать столь высокое давление. Такое ощущение, что мы побывали на Луне. Пустынная, безжизненная и бесцветная местность. И вдруг, о чудо, на фоне этого унылого пейзажа серебряный космический корабль. Вот, собственно, что мне пришло в голову. Может, это из-за перепадов давления, но я почувствовал себя как на другой планете. Все такое безжизненное. И мы одни. Одни в целом мире. Отличное погружение. Каков самолет, сколько впечатлений. За блистерами мы увидели большую пробоину. Да, ее трудно было не заметить. Да. Было хорошо видно место, где обшивка раньше прикрывала хвостовую часть. А ты видел, что там с левого борта? Стабилизатор отсутствовал, сильные повреждения. И там все было так покорежено, что лопасти пропеллера как будто стали вращаться в обратном направлении. И плюс еще огромная пробоина рядом с бортовыми номерами. К счастью, бортовые номера хорошо сохранились. 5, 2, 1, 8, 4, 7. Этот серийный номер позволит экспертам получить необходимую информацию о самолете в архивах ВВС США и компании-производителя Боинг. Тут исследователей ожидает сюрприз. Мы думали, что этот самолет назывался «Жуком-бомбардиром». Но, по-видимому, это не так. Причем оказалось, что это прозвище появилось через много лет после авиакатастрофы. И это еще одна загадка, которая может нас запутать и усложнить поиск. Археология интересна тем, что она некоторым образом проверяет гипотезы, выдвинутые истории. Именно это сейчас и произошло. Мы думали, что имеем дело с самолетом под названием «Жук-бомбардир». Ведь его стали так называть почти сразу же после авиакатастрофы. Но осмотрев корпус машины и тщательно изучив документы, мы поняли, что нет никаких доказательств того, что это был действительно тот самый самолет. В официальном отчете ВВС США не содержалось никаких указаний на то, что у этого самолета было какое-то название. Цели исследования также были описаны весьма абстрактно. Туманная формулировка «анализ солнечного излучения» поставила многих экспертов в тупик. Б-29 получил задание подняться на высоту в 9 километров, а затем опуститься как можно ближе к Земле. Судя по всему, пилоты переусердствовали. Осмотрев остов самолета, эксперты поняли, что он был модифицирован и превращен в летающую лабораторию. Все пулеметы были сняты с машины. Пулеметы ему были уже не нужны. Они все-таки были достаточно тяжелыми, а значит, делали самолет менее маневренным и увеличивали расход топлива. К тому же, прозрачный купол у штурманского кресла был заменен блистером больших размеров. Вот, посмотрите, здесь на макете все очень хорошо видно. Вполне логично было бы поместить научный прибор, измеряющий солнечное излучение, под прозрачным куполом. Но, к сожалению, плексиглаз, из которого тот был сделан, давным-давно потускнел. Купол стал совершенно непрозрачным, поэтому дайверам придется проникнуть внутрь самолета, совершив еще одно погружение. Все пять членов экипажа Б-29 остались живы в результате авиакатастрофы. Раздался сильный удар, и во все стороны полетели брызги. Третий и четвертый двигатели сразу же отвалились. Первый загорелся. Что случилось со вторым двигателем, я не знаю, поскольку не мог его разглядеть. Как и в любых свидетельских показаниях, здесь много противоречий. Возможно, современные видеосъемки помогут разобраться в этой истории. Итак, они потеряли три двигателя. Два с правого борта и один с левого. Значит, центр тяжести переместился на левую сторону корпуса. Вот она, с отломанным кончиком крыла, ее хорошо видно. А вы вообще заметили там приборную доску? Ведь самолет летел с одним двигателем, и центр тяжести находился в левом крыле. У экспертов набралось достаточной информации, включая официальные показания членов экипажа и видеоматериал, заснятый у лежащего на дне самолета. А теперь настало время собрать все это воедино и разобраться, что же произошло с бомбардировщиком П-29 в тот летний день 1948 года. В 1948 году бомбардировщик ВВС США Б-29 рухнул в озеро Мит, штат Невада. На борту самолета проводились научные исследования при помощи аппарата, известного как солнечный трекер. Ну вот мы заходим внутрь. Задача наших исследователей выяснить обстоятельства этой загадочной аварии. Подводникам удалось выяснить, что самолет ВВС США, покоящийся на дне озера Мит, действительно был связан с научными исследованиями. На его борту находился экспериментальный прибор под названием «Солнечный трекер». Осталось выяснить причины аварии. Разобраться в том, что же произошло 60 лет назад, исследователям помогут результаты лабораторных исследований, проведенных сотрудниками Центра затонувших ресурсов службы национальных парков США и документальные свидетельства очевидцев. В официальном отчете указана следующая причина трагическая оплошность. «Озеро «Мид» находится на высоте 365 метров над уровнем моря. В этом-то все и дело. Альтиметры показывали уровень моря, а не уровень озера. Так что, когда пилоты смотрели на приборы, они думали, что находится еще очень высоко над водой. Самолет зашел с севера, снизился и врезался в озеро. Но это был скользящий удар, и машина отскочила от воды словно мячик. При первом ударе о воду Б-29 потерял три из четырех двигателей. У него остался только один наружный двигатель с левого борта. Известный случай, когда бомбардировщики этого типа держались в воздухе с одним единственным двигателем, но в этом случае он загорелся. Они пролетели еще около 300 метров. Самолет накренился, командиру пришлось посадить его на воду. Сначала озеро коснулась хвостовая часть, затем нос, и в конце концов машина остановилась в фонтане брызг посередине озера Мид. Из пяти членов экипажа до сегодняшнего дня дожил лишь один человек. Его зовут Джон Симрад. Ему 82 года, у него слабое здоровье, и он живет на другом конце Америки. Наши эксперты все-таки попытаются связаться с бывшим военным. К счастью, члены экипажа давали показания 55 лет назад, когда все события были еще живы в их памяти. Вот показания командира экипажа Роберта Мэдисона. Как только хвост самолета ударился о воду, мы со вторым пилотом открыли аварийные люки. Лейтенант Хеслер, а за ним и Симрад немедленно выбрались из кабины через люк второго пилота. Я также вылез снаружу сразу после сержанта Бернса, пробежал назад к аварийному почти под двухметровой толщей воды. Мы выбрались снаружу и сразу услышали крики. Сержант Рико звал на помощь. В Б-29 было две гермокабины, соединенных узким тоннелем. В задней кабине находился человек, который следил за работой двигателей. Его звали Рико. А вот показания Франко Рико. после второго удара меня бросило в передний левый угол и я погрузился под воду. Моя левая рука застряла и когда я ее высвободил, она безжизненно повисла. Только и мыслей было, что глотнуть воздуха. В задней части самолета находился аварийный люк, но оглянувшись назад, Рико увидел, что он затоплен. Офицер понял, что путь к спасению лежит только через этот тоннель. Он полз по нему вверх и в какой-то момент вспомнил, что на нем надет парашют. Мужчина застрял в тоннеле. Выбравшиеся наружу члены экипажа бурно радовались тому, что все закончилось благополучно, как вдруг они сообразили, одного человека не хватает. И тут раздались крики о помощи. Командиры ученые вернулись в тонущий самолет и вытащили Рика из тоннеля. Потом они сняли с него парашют, чтобы он смог протиснуться в аварийный люк. Военные положили Рика на спасательный глот и начали отплывать от самолета, который вскоре затонул. Б-29 был, разумеется, сконструирован для полета в воздухе. Но гидродинамика не так уж сильно отличается от аэродинамики. У самолета нейтральная плавучесть, и когда он погружается в воду, то одновременно начинает плыть. Центр тяжести перемещается на левое крыло. Самолет поворачивается и тонет, опускаясь по спирали. Ломается крыло, нос, хвостовая часть. Что ж, весьма драматичный финал. Итак, экспертам удалось воссоздать достаточно подробную хронологию событий 1948 года. Теперь они знают, каким образом самолет оказался на дне озера. Засекреченные испытания ВМС США традиционно сопровождали самые разные спекуляции. Случай с Б-29 также породил массу слухов. Многие связывали загадочную миссию бомбардировщика с реалиями холодной войны. Куда летел этот самолет? В чем заключалось его секретное задание? И что он изучал в небе над пустыней Мохаве, штат Невада? В военных архивах больше нет никакой информации. Скорее всего, документы утеряны или засекречены. Возможно, ответ на эти вопросы даст солнечный трекер или какой-то другой научный прибор. Они вполне могут находиться внутри самолета. Дайверы надеются, что техника неплохо сохранилась, ведь в отличие от соленой морской воды, в которой кишит жизнь, это пресноводное озеро безжизненно словно толще льда. Ясно, что в море обшивка крыльев долго бы не продержалась. Верно? Конечно, в морской воде ничто долго не продержится. А здесь сохранился шелк и даже ремни. В море от них бы через неделю ничего не осталось. Это же очевидно. Если бы самолет лежал на дне океана, то водоросли и морские животные изменили бы его до неузнаваемости. Но машина покоится на дне озера, значит, у нас есть уникальная возможность все осмотреть и снять на камеру. Просто не верится, насколько хорошо он сохранился. Если так пойдет дальше, я думаю, мы сумеем сохранить его в хорошем состоянии. Наши внуки тоже смогут погрузиться на дно и все там осмотреть. И все благодаря вашей работе. То есть то, что мы сейчас будем делать, не причинит самолету никакого вреда? Совершенно верно. У нас есть телеуправляемый автономный подводный аппарат. ТНПА. Мы поместим его внутрь самолета и посмотрим, что там находится. В случае поломки нам придется оставить аппарат на дне. К тому же аппарат будет передвигаться очень медленно, а значит ничего не сломает на своем пути. Да, наш аппарат по размеру не больше тостера, так что он вполне сможет осмотреть такие уголки, в которые не проникнуть аквалангисту. На этот раз нам предстоит осмотреть самолет изнутри и попытаться отыскать этот загадочный солнечный трекер. Мы отправляемся на дно вместе с миниатюрным телеуправляемым аппаратом, который проникнет внутрь машины и снимет, что же там происходит. Никаких повреждений и никакого риска для жизни. Джон, а температура-то 40 градусов. Давай лучше встретимся в воде. Да, прохладно для пустыни, как ты думаешь? Ну, ничего. Эксперты отправили в свободное плавание аппарат, который должен проникнуть внутрь затонувшего самолета. Может быть, благодаря этой технике удастся выяснить, в каких именно секретных исследованиях был занят бомбардировщик. В 1948 году бомбардировщик ВВС США Б-29 рухнул в озеро Мит, штат Невада. На борту самолета проводились научные исследования при помощи аппарата, известного как солнечный трекер. Ну вот мы заходим внутрь. Задача наших исследователей выяснить обстоятельства этой загадочной аварии. Благодаря телеуправляемому аппарату у исследователей появилась уникальная возможность заглянуть непосредственно в корпус затонувшего самолета. Возможно, полученные видеоматериалы позволят определить, что за техника находилась на борту и ради каких целей экипаж подвергался риску. Никаких документов в военном ведомстве не сохранилось. Пока у исследователей нет видеозаписей, они могут только предполагать о назначении миссии. Шел 1948 год. У США появился новый враг Советский Союз. Военные операции холодной войны должны были носить молниеносный характер. Нужно было быть всегда готовыми к атаке. Выигрывает тот, кто первым сбросит атомную бомбу. В самом начале этого противостояния очень много внимания, особенно в авиации, уделялось высоким технологиям. Ведь во время Второй мировой войны научные разработки сыграли важную роль, и в послевоенный период инженеры и ученые занялись усовершенствованием различных видов вооружений. Все эти исследования были строго засекречены. Разумеется, все военные ведомства разрабатывали новые ракеты, ракетные установки для подводных лодок и бомбардировщики с ядерным оружием на борту. В частности, велись разработки по созданию межконтинентальных баллистических ракет, которые были во многом основаны на трофейных немецких технологиях, прежде всего технологиях ракеты Фау-2. Ракета Фау-2, разработанная немцами для атак на Великобританию во время Второй мировой войны, это выдающееся достижение инженерного искусства. Она была способна подняться на высоту в 160 километров. Так высоко над землей еще никто не взлетал и тем более ничего там не изучал. В 1946 году американские военные привезли на полигон White Sands в штате Нью-Мексико трофейные части ракеты Фау-2 и собрали группу экспертов из военных, научных, промышленных и правительственных кругов. По разным причинам все эти люди были заинтересованы в изучении верхних слоев атмосферы. Несмотря на свою революционную конструкцию, Фау-2 также была несовершенна. Она проходила нижние слои атмосферы слишком быстро и ее приборы не успевали собрать нужное число данных. Для этих целей было решено использовать бомбардировщик Б-29. Он должен был несколько раз подняться на высоту в 9 тысяч метров и опуститься вниз, а собранные им данные дополнили бы сведения, добытые при помощи ракеты Фау-2. В официальном отчете указано, что в задачу Б-29 входило изучение солнечного излучения. Но для чего были нужны все эти данные? Возможно, экспертам удастся это выяснить, если миниатюрный аппарат сумеет обнаружить внутри самолета хоть какой-нибудь научный прибор. Сотрудники службы национальных парков США управляют процессом из дома на воде, который находится на поверхности озера Мид. Ну вот, заходим внутрь. Телерадиоуправляемый аппарат находится как бы в полете. Им манипулируют при помощи джойстика, как в компьютерной игре. Только посмотрите, каково, какая картинка. Да, да, здорово. ты узнал про этот самолет около 30 лет назад, правда, Джейм? Да, Джейм работает здесь давно. Я пришла совсем недавно, 7 лет назад, так что мне это все интересно. Ну вот и ваш самолет после 30 лет ожидания. Интересная машина. Аппарат дистанционного действия позволяет получить данные, которые впоследствии будут обработаны на поверхности. Пока автомат изучает внутреннюю обстановку Б-29, сотрудники Центра затопленных ресурсов собирают данные о водной среде окружающей самолет. Этот прибор измеряет различные свойства воды. Кислотно-щелочной баланс, растворенный в воде кислород, температуру, соленость, проводимость. С его помощью мы можем определить, насколько быстро проходит коррозия. Все это очень важные данные для нас. Мы провели на дне озера 30 минут, а затем целый час поднимались наверх, часто останавливаясь и давая организму возможность привыкнуть к перепадам давления. отлично было погружение и наш телеаппарат наверняка заснял много интересного. Не могу дождаться момента, когда я сниму костюм, чтобы наконец посмотреть, что же наш аппарат снял внутри самолета. Мы запустили ТНПА в переднюю кабину Б-29. А вот это бортовая панель управления. Хорошо видны приборы, а сзади рычаги для смешения топлива. Теперь мы видим прозрачный купол, под которым Симрот работал с солнечным трекером, когда самолет врезался в воду. Да, это тот самый купол. Да, вот он наверху, точно. А вот и тоннель, который соединял между собой переднюю и заднюю гермокабины. Именно там застрял Рико. Совершенно верно. Здесь он чуть не утонул. А вот стол, на котором Симрот делал свои заметки. Здесь и стоял солнечный трекер. Хорошо видно, что повсюду разбросаны какие-то приборы. Так что это за техника? Но тут так много всего, я даже не знаю, что сказать. Нам потребуется дополнительный экспертный анализ. Придется обратиться к людям, которые хорошо разбираются во внутреннем устройстве Б-29. Пусть они нам скажут, что должно там находиться, а что не должно. И тогда методом исключения мы определим, что здесь лишнее, и уже займемся изучением оснащения самолета. Удачное у нас получилось видео. Картинка довольно четкая, и я лично не сомневаюсь, что солнечный трекер все еще находится внутри машины. Предлагаю показать это видео человеку, который во всем этом разбирается. Вообще-то мы хотели подарить вам шапки с нашим фирменным медведем. Правда? Но не нашли вашего размера. Поэтому носите наши майки. Спасибо! Нашим экспертам предстоит новое путешествие. Они ищут человека, который мог бы выяснить, что за исследования проводились на борту В-29. Самое время навестить Джона Симрота, единственного оставшегося в живых члена экипажа бомбардировщика. Именно этот человек проводил научное изыскание на борту. Он живет в доме престарелых в штате Нью-Гэмпшир. Симрот наверняка сможет ответить на самые главные вопросы экспертов. А вот где находился солнечный трекер, именно в этом месте. Может быть, он до сих пор там лежит? В 1948 году бомбардировщик ВВС США Б-29 рухнул в озеро Нит, штат Невада. На борту самолета проводились научные исследования при помощи аппарата, известного как солнечный трекер. Задача наших исследователей выяснить обстоятельства этой загадочной аварии. Джон Симрот единственный ныне здравствующий член экипажа Б-29. Именно он отвечал за проведение экспериментов на борту самолета. Ученый Ученый считает, что к роковой аварии привели действия пилота бомбардировщика. Пилотом был капитан Мэдисон. Не любил я таких офицеров. Неподходящий был у него темперамент для этой должности. Несерьезный он был какой-то, что ли? В официальном отчете капитан Мэдисон показал, что Симрот попросил его последний раз спуститься с высоты вниз, после чего самолет упал из-за плохо откалиброванного альтиметра. А вот Симрот утверждает, что работу он на тот момент уже закончил. По его словам, Мэдисон решил немного поразвлечься и покататься на 30-метровом бомбардировщике над самой поверхностью озера. Помню, я подумал про себя, а не слишком ли низко мы летим. И все, в следующий момент мы врезались в воду. Как вы понимаете, совершенно неожиданно. Экипаж едва успел покинуть самолет, который опустился на дно озера, где он благополучно пролежал до сегодняшнего дня под 55-метровой толщей воды. Сегодня у Симрота появилась возможность еще раз увидеть изнутри машину, на борту которой он когда-то работал. Он просматривает видеоматериалы и пытается найти следы солнечного трекера. Солнечные трекеры стояли друг на друге, так что прежде всего будем искать плоские поверхности. Нет, я не вижу здесь ничего похожего на этот прибор. К сожалению, Джон Симрот не увидел никаких следов солнечного трекера и даже не объяснил следователям для чего он был нужен. В тот день он просто записывал данные измерений прибора. Возможно, ученый и сам не знал, для каких целей на борту находились эти аппараты. Когда читаешь официальный отчет, то создается впечатление, что экипаж не очень хорошо представлял, что это были за исследования. Если даже члены экипажа не знали цели своей миссии, кто мог быть в курсе? Исследователи решили обратиться к самому авторитетному источнику. Мы находимся на военно-морском полигоне Чайна-Лейк, примерно в 500 километрах от озера Мид. Отсюда 21 июля 48-го года поднялся в воздух бомбардировщик Б-29. Совершенно верно, Ричи. Пока мы знаем только то, что на борту этого самолета проводились исследования солнечного излучения при помощи прибора под названием «Солнечный трекер». На полигоне мы договорились о встрече с несколькими экспертами. Надеюсь, что мы наконец-то узнаем правду. Ученые, работавшие здесь в 48-м году, много лет назад вышли на пенсию. Но экспертам удалось найти других специалистов в этой области. Сначала на этом полигоне проводились испытания различных ракет, в частности, управляемых ракет «Воздух-воздух». А потом руководство ВМФ решило, что настало время создать специальный центр для разработки нового типа снарядов. Они пригласили военных и гражданских инженеров и ученых, которые создали несколько новых моделей оружия. Одним из новых приборов, разработанных в этом центре, и был «Солнечный трекер». Настал решающий момент. Ученые показывают экспертам тот самый прибор. принцип работы устройства был довольно простым. На приборе был установлен вращающийся диск, и если объект, на который он был направлен, был верно ориентирован, то диск поворачивался в его сторону. Устройство работало достаточно эффективно. В частности, его использовали для поиска управляемых ракет «Воздух-воздух». Ракеты «Воздух-воздух» были первыми в мире управляемыми ракетами. Они реагировали на тепло, выделяемое выхлопной трубой самолетом. Появление ракет «Воздух-воздух» ознаменовало новый этап развития военной техники. Их модернизированные аналоги до сих пор широко используются армиями всего мира. Исследователи предполагают, что Б-29 мог тестировать ранние модели управляемых снарядом. Теперь ученые должны просмотреть видео, снятое на затонувшем Б-29. Это, по-моему, радиорубка, да? Совершенно верно. Насколько я понимаю, солнечный трекер должен был находиться именно в этом отсеке. «Солнечный трекер». Пока не видно ничего похожего. Может быть, он где-то совсем рядом под толстым слоем ила, а мы его просто не замечаем? Очень даже может быть. Я думаю, прибор не был зафиксирован на месте и просто вывалился наружу через пробоину в корпусе. Экспертам снова не удалось обнаружить солнечный трекер. Но есть еще одно место, где можно узнать новые факты об исследованиях 40-х годов. Вашингтон. Джон Симрот работал в Национальном бюро стандартов, главный офис которого находился в столице Америки. Но это только одно из 50 учреждений, занятых в исследованиях верхних слоев атмосферы, включая ВВС США, Гидромедцентр, Гарвардский университет, лабораторию прикладной физики университета Джона Хопкинса, компанию General Electrics и НАСА. Нет никаких документальных свидетельств послевоенных исследований. Это здание Смитсоновского института в Вашингтоне. Мы ждем Дэвида Дворкина. Он является видным специалистом в области ранних космических исследований. Надеюсь, что этот человек объяснит нам наконец, зачем солнечный трекер находился на борту. Итак, в 40-е проводились исследования верхних слоев атмосферы. Что конкретно изучалось в ходе подобных экспериментов? Во-первых, изучение верхних слоев атмосферы Земли позволяет лучше разобраться в таких жизненно нужных вещах, как погода и климат. А во-вторых, может дать весьма полезную информацию о том, как инфракрасная головка самонаведения на ракете типа воздух-воздух воспринимает источник тепла на определенном расстоянии от себя. И это очень важно. Экспертам удалось выяснить, что перед B-29 стояло две задачи. Во-первых, испытать способность солнечного трекера удерживать цель. Во-вторых, измерить солнечное излучение при помощи сопутствующего солнечному трекеру устройства. В результате были бы получены новые данные о плотности земной атмосферы на различных высотах. Но самолет потерпел катастрофу. И все его научные данные лежат теперь под грудой обломков где-то на дне озера Мид вместе с солнечным трекером и его измерительным устройством. И если ВМФ США или какое-то другое ведомство за это время успели поднять их со дна, то документальных подтверждений тому не существует. Вскоре появились новые, более совершенные модели солнечных трекеров, которыми оснастили управляемые ракеты. Тогда же возобновились исследования плотности атмосферы Земли. Они имели огромное значение как для ученых, так и для военных, разрабатывавших новое поколение управляемых ракет. Бомбардировщик Б-29 оказался одной из первых ласточек новой общественной тенденции. Ученые и военные сотрудничали друг с другом, создавая новые технологии. Перед нами небольшой фрагмент очень важной истории. Считается, что одна из тенденций общественного развития после 45-го года — это сотрудничество ученых и военных. Они работали над разными проектами, но иногда у них были общие цели. Так было и в случае с бомбардировщиком В-29. Военные сказали, у нас есть надежный самолет. Мы хотим узнать больше о свойствах атмосферы. И ученые ответили «Отлично! Нам с вами по пути!» нам все же удалось получить ответы. Мы начали наше расследование на озере Мид в центре пустыни Мохаве, побывали на военно-морском полигоне Чайна-Лейк в Калифорнии и, наконец, оказались здесь, в столице США Вашингтоне. Мы хотели узнать, что делал солнечный трекер на борту бомбардировщика В-29. Оказалось, что он был занят в фундаментальных научных исследованиях. Но самое любопытное в истории с В-29 это зарождающееся сотрудничество сообщества ученых и военных. Они делали одно общее дело и в результате мир во многом изменился. Каким образом? Сегодня у нас есть космические программы, высокотехнологичные бомбы и мобильные телефоны. Изучение останков военного самолета В-29 позволило подводникам испытать новую уникальную аппаратуру. Но главным результатом этих исследований стали новые данные о развитии техники в эпоху Холодной войны. Вы смотрели программу Затерянные миры.